Сегодня проспект Шевченко был частично перекрыт из-за акции возле здания апелляционного сохозяйственного суда, которая после переросла в потасовку. В суде рассматривалось дело о земле, выделенное участником антитеррористической операции. Около сотни активистов пытались зайти в здание через кордон и полицию, чтобы попасть на открытый процесс. Но зал, который предоставил суд, не рассчитан на такое количество людей. Ну и последнее сегодняшнее заседание, когда решение суда касается интересов десятков, а то и сотен людей, выбирается зал судебного заседания, где для посетителей выделено всего 10 мест. Там зачастую представителям трудно поместиться. Зачем надо было так организовывать процесс, чтобы создавать данную напряженную ситуацию? Мы хотим правового решения, мы хотим, чтобы доводы, которые есть, были услышаны судом. По словам активистов, они хотели пройти на судебное заседание, где решалась судьба, интересующего их земельного участка. Однако суд проходил в самом маленьком зале и их пропускать отказались. Отмечу, что судебные разбирательства по этому делу длятся уже несколько месяцев. Сейчас представитель компании, которой принадлежит выделенная земля, подал апелляцию из-за якобы поддельных документов. Наша позиция таковая. У нас находится в аренде 33 гектара земли. Это берег моря, на котором нужно проводить берегоукрепительные работы. На сегодняшний момент нам стало известно, что задним числом с использованием поддельной печати, точнее утраченной печати и использованием поддельных документов был заключен договор субаренды. Который, между прочим, всплыл буквально через полгода, с момента его де юре фактического заключения. В свою очередь, митингующие уверены, что участки узаконены. Существует кооператив, называется «Захисный». То есть кооператив принял решение о выделении земли матерям погибших воинов, есть списки участникам боевых действий и активистам-добровольцам. Порядком 100 участков уже выделено. Мало того, уже узаконены эти участки. Сегодня люди получили официальные вытягивания. Мы пришли, объявили акцию, объявили ее по соответствии законам за сутки. Объявили количество людей, которые должны присутствовать на открытом заседании. Значит, мы были недопущены сегодня на открытое заседание. То есть перед нами закрыли дверь, и суд проходил за закрытыми дверями. В результате потасовок были задержаны двое акцистов, которые, по словам правоохранителей, распыляли газ. Кроме того, один из митингующих был доставлен в больницу. Здесь была задействована полиция для охраны публичного порядка. Когда были же нарушения публичного порядка и призывы к массовым беспорядкам, полиция начала задерживать людей за совершение хулиганских действий и неповиновение сотрудникам полиции. Двое граждан начали распыливать газ в адрес сотрудников полиции. Они были задержаны, доставлены в настоящее время в Приморский отдел полиции. Открыто уголовное производство по статье 296 части 2 Уголовного кодекса Украины. Это хулиганство. И следствие будет проводиться.